Леонид Маркович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насколько прикаспийская пятерка способна повлиять на цены на нефть на рынке? На рынке избыток нефти, если брать текущий, до 1 миллиона баррелей в день, то есть примерно процент мирового потребления добычи, там 92-93, примерно процент. Ну, чтобы кто-то взял, срезал так вот просто миллион баррелей, это по-настоящему действительно могут сделать Целудовская Аравия с ковидом, потому что у них тип технологий, где легко закрыть, открыть, всем остальным это очень сложно. Они сейчас в целом ряду, а у них больше резервы, им чуть меньше нужно для бюджета, вот у них свобода рук, но у них нет никакой особенной необходимости это срочно делать. С точки зрения всех финансовых проблем, несколько месяцев низких цен на нефть не так важно, все выдержат. Вопрос, что будет, если это год или два. Для всех арабских странах, ну, почти все основные экспортеры заложили 80 долларов в бюджет. Естественно, там, в Нигерии, там, в Венесуэле нужно больше за 100, поэтому, на самом деле, мы будем видеть огромные финансовые проблемы у нефтодобывающих стран, у нефтодобывающих стран, у нефтодобывающих стран, очень большие проблемы. Причем проблемы будут и в США, там целый ряд отраслей будут тоже задеты, сланцевые нефть будут задеты. Поэтому основная проблема, мы сейчас будем наблюдать в течение года, перестройку под новые цены проектов нефтедобычи, в нефтепереработке, межтопливную конкуренцию, межстрановую конкуренцию, будет такая, так сказать, фантастическая вдруг, так сказать, ломка сложившихся пропорций. И посмотрим, насколько смогут страны, которые наиболее пострадают в финансовом плане, из-за низких цен на нефть, насколько они смогут надавить на коллег, потому что все-таки это такой мир достаточно единый. И, потому что, если совсем сбить цены, как это было в 1986-1998 году, два раза вставали на грабли, потом потребовалось там годы, там, чуть не десятилетия, чтобы вернуться к каким-то там ценам. Вот, пока, вот, видимо, цены 50, тем более, это все-таки, это дни. Думаю, что решающий вопрос, будет ли какая-то коррекция цен с помощью ОПЕК, это вопрос марта. Следующим встречам надо смотреть на это. А все-таки при Каспийской, Питерской, Казахстан, Азербайджан, Иран, как-то на них интересуются? Это маленькие все-таки объемы. Иран только что из-под санкций. Азербайджан тоже не такие. У всех, как говорится, много нефти по сравнению со страной, то есть страны-экспортеры. Но все вместе все-таки не такой объем. А для того, чтобы, говорю, отрегулировать, нужно срезать миллион баррелей в день. Сложите эту пятерку, там, получится, надо срезать, там, что-то 20 процентов. Ну, это нереально. Нереально. Некоторые эксперты вспоминают еще в связи с ценами на нефть ИГИЛ. Так ли они повлияли на цену? ИГИЛ, как ни парадоксально, не повлиял. Потому что при других обстоятельствах, если бы они угрожали нефтедобыче, там, скажем, в Южном Ираке или в Курдистане, то это могло бы выжить взрыв цен, как это было там в связи с Ливией. Вот. Их все-таки удалось. Пока не локализованные, что-то захватили. Но они, поскольку им нужны были деньги, вообще продавали по 20-30 долларов. То есть их немедленный эффект был скорее не угроза, которая повышала цены, а демпинг, который понижал, ну, там, не очень большие объемы. Но они как раз не сработали на повышение. Но Ближний Восток остается очень волатильным и в долгосрочном плане, скажем, все понимают, что намного надежнее. Ну, российская нефть намного в этом смысле надежнее. А все остальное очень нервно.